Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфляп Родоцелитель. Пришел вопрос от Алексея Семенова. Благодарю. Какую лучше паузу... Тут несколько сразу вопросов будет по поводу бананов, фиников, соков и как это есть. Вы спрашиваете рекомендации, какую лучше паузу держать при дробном употреблении бананов, фиников, соков. Сам вопрос немножечко мне не нравится. Вы здесь смешали соки и, надеюсь, фруктовые, и бананы и финики. Бананы и финики это такая плотная мякоть плодовая и все-таки она не соковая. И когда мы говорим о паузе, вот бананы, финики, авокадо, для тех, кто на сыроедении, например, ест травы, овощи, то есть клетчатку, ну и тот, кто ест термически обработанную еду, здесь нужно, конечно, обращать внимание на паузу после принятия такой плотной фазы, потому что то, что вы поместили в себя, ну, во-первых, должно пройти желудок. Это относится вот больше не к сыроедной еде, да, особенно к пище животного происхождения, белковой пище, да, и, наверное, скорее всего, там и орехов, да, то есть даже в сыром виде. То есть та пища, которая может задержаться в желудке, ее как бы желудок будет пытаться как-то обработать. Это, прежде всего, белковая, да, пища. Ну, пусть бананы и финики, значит, вот они попали в 12-перстную, там они обрабатываются ферментами, и важно, что, ну, следующую порцию нужно давать уже только тогда, когда 12-перстная будет освобождена, и, ну, как бы немножко дайте время как-то прийти в себя, да, нельзя же вот целый день только вырабатывать большое количество ферментов и как бы работать на износ. Здесь подбираются вот дозы и периоды индивидуально, но, как правило, например, желательно, чтобы это был только один мини-банан, например, либо там, ну, штучки 3 финика, пусть будет 2 финика, да, и какая здесь может быть пауза? Ну, пусть она будет где-то-нибудь, к примеру, минут 30 хотя бы, да, если вам уже вот, ну, опять чего-то хочется. Ну, вы же смотрите на все-таки свое именно желание, и как тело, да, отзывается. Вы же не будете туда пихать, ну, опять следующий там мини-банан, только потому что прошло уже там полчаса, и 12-перстная освободилась. Нужно смотреть, как быстро у вас работает, как быстро освобождается 12-перстная. Если, скажем так, есть, ну, ощущение, подозрение, что пищеварение долго длится, то, ну, делайте паузу в час, например, да. Как правило, я советую вот на переходе на очищение обаловать себя хотя бы раз в 2 часа, а можно и каждый час. Там мини-банан, либо пару фиников, либо там апельсин, да, еще что-нибудь. И вы же здесь спрашиваете по поводу соков. Ну, вот соки, чисто соки без клетчатки, ну, пейте столько, сколько вы готовы выдержать. Здесь, как таковых, нет проблем именно с тем, что вы дали сок, а другой сок еще что, не переварился, не сосался? Ну, смешаются соки, ничего страшного. Просто иногда смеси соков могут еще сильнее спровоцировать очистку, и какие-то спазмы в желудке, урчание, да. Ну, это все отголоски очищения. Например, я описывал, что у меня при смешении арбузного сока виноградного могла идти особенная такая очистка, да. Если вы держиваете, чиститесь на здоровье, ваш следующий вопрос, за какое время может перевариться один банан, финик или стакан сока? Опять, стакан сока здесь при чем? Примерно мы сказали, что, ну, пол, может быть, быстрее, 15 минут, даже 20. Все зависит от того, насколько, чем больше опыту сыроеда, далее фруктоеда, тем это все происходит быстрее. Но это не значит, что нужно в себя давать больше. Наоборот, эволюционно, кто идет по пути очищения, у них порции уменьшаются. Не потому, что им теперь меньше надо белков, жиров, углеводов, а просто телу уже не нужно такими количествами утяжелять себя, да, и нету той нестабильности кризов очищения, чтобы там, не знаю, съедать огромную порцию, чтобы как-то прийти в себя, да, утяжелить, снизить вибрации тела. Там все связано с очищением, прежде всего. И через какое время можно пить воду до и после банана или финика? Ну, до желательно, особенно вот финики, да, если они высушены, высушены, и во время не нужно, после, ну, опять же, по мере того, как освободится желудок. Я не уверен, что какая-то, может быть, серьезная проблема, когда идет переваривание вот 12-перстной, и вы дали немножечко там водички, она все-таки должна впитаться в желудке, но все-таки, как бы, подождите вот минут 20, не напрягайте, понимаете, у вас идет прилив крови к 12-перстной, там идет работа, а вы даете, например, даже теплую воду в желудок, туда нужно теперь приток крови делать, да, как бы, ну, немножко не нужно, как бы, отвлекать. Давайте договоримся, что минут через 30 сможете, как бы, уже пить. Ну, если вам пересохло, и организм просит воду, ну, попейте вы во время банана, финика, ничего страшного, только не надо пить сразу литрами, да, пить-то надо небольшими глотками, по чуть-чуть, ну, все время. Адель Широков, Клупе Флэк, продается ли. Адель Широков, Клупе Флэк, продается ли.